Здравствуйте! Сегодня гостем нашей студии является директор архива президента Республики Казахстан Джапаров Борис Алькенович. Борис Алькенович, сегодня в нашем обществе происходят такие активные перемены, и связано это прежде всего с программной статьей президента «Модернизация общественного сознания». Скажите, пожалуйста, какую функцию в этом процессе отводится вашему архиву? Да, президент своей программной статьи указывает важность, актуальность сочетания достижений мировой науки и техники технологий с нашими национальными традициями, национальной культурой. Только в сочетании этих двух начал Казахстан может себе обеспечить устойчивое развитие в будущем и составить конкуренцию развитию государственного мира и войти в число ведущих 30 экономик в мире. Поэтому знание социальной истории, истории своего государства, национальных традиций, культурного наследия играет огромную роль в формировании подрастающего поколения, привитии им чувства патриотизма, любви и отечества собственному народу. И в этом направлении архив президента проводят большую работу по популяризации нашего исторического наследия, по обеспечению сохранности и популяризации тех архивных материалов, которые составляют основу исторического прошлого, политической истории Казахстана за последние 100 лет. Документы, хранимые в нашем архиве, соответствуют двум этапам развития нашего государства. Это этап советского периода и второй этап независимости. И все документы, начиная с 1917 года, эти документы относятся к правящим органам большевистской партии Казахстана, последующим коммунистической партией Казахской СССР. И современный период – это период независимости. У вас как раз посвящена эта новая книга, да? Да, на днях во время форума Организованного Ассамблеи Народного Казахстана, который живодно проходит в нашей стране, в рамках этого форума состоялась презентация данной книги. Здесь впервые в виде хрестоматии в качестве учебного пособия по изучению новейшей истории Казахстана выпущен данный сборник. Он полностью состоит из документов архива президента. Здесь приведены выдержки из съездов, пленумов, стенограммы, служебные записки, письма известных государственных общественных деятелей и много разных интересных данных о нашей истории. Книга, несмотря на то, что все появилось где-то неделю назад, уже пользуется огромным спросом. Поэтому, чтобы удовлетворить возрастающий интерес к данной книге, мы разместили на портале архив президента КЗ электронную версию данной хрестоматии. И все, кто интересуется, могут найти там все эти материалы. То есть каждый желающий может в свободном доступе скачать эту книгу? Да, она находится как бы в открытом доступе и никакого труда не составит зайти, ознакомиться и при необходимости, как Вы говорите, скачать ее. Замечательно. Интересно было бы узнать, сколько на сегодняшний день уже людей познакомилось с вашей книгой. Такой учет у нас ведется, мы в скором времени сможем об этом сказать. Но я хочу подчеркнуть, что это действительно впервые в изучении новейшей истории Казахстана выпускается вот такой сборник архивных документов. И на форуме Ассамблей народов Казахстана один из приглашенных гостей, профессор из Анкары, говорил, что в многих исторических изданиях, книгах, в большинстве случаев авторы как бы увлекаются, они излагают как бы собственное видение, авторский взгляд на историю. Субъективно. Ну, где-то в какой-то мере и субъективно. По отношению к подобному роду свободной трактовке истории, данная хрестоматия служит своего рода компасом, который не позволит отклоняться в ту или другую сторону, воспринимать историю как было на самом деле. Хорошо. Мы знаем, что Ваш архив является одним из лидеров в процессе применения передовых технологий в оцифровке архивных документов. Расскажите об этом немножко. Да, сегодня все ведущие архивы мира широко используют достижения информационной технологии. Они выставляют как бы на обзор исследователя многие свои архивные материалы, документы в онлайн-режиме. И в этом направлении, начиная с 1913 года, в Архиве Президента проводится активная работа по созданию и надсозданию электронного архива. Была принята концепция, программа развития электронного архива Президента. Сейчас мы реализуем его второй этап. Недавно был запущен модуль «Электронный архив». Это связь исследователей с нашим хранилищем. Поскольку в Архиве Президента хранится порядка 790 тысяч единиц хранения, это дела, каждому из них порядка 120 страниц исторических архивных документов, то идет как бы сейчас заполнение этой базы данных. Мы работаем над массовой оцифровкой наших исторических документов. Из числа выделенных 160 тысяч единиц хранения в качестве документов первой категории, к настоящему времени, уже оцифровано за два года 62 тысячи единиц хранения. 8% всего фонда архивного. И мы к 2020 году планируем завершить полностью оцифровку документов первой категории, то есть 160 тысяч единиц. И при этом даже без регистрации пользователи интернета могут свободно зайти в портал Архива Президента, получить сведения о наших фондах, о писях, о хранимых там делах, делать заявку, получать как бы соответствующее разрешение, работая над этими материалами в нашем архиве. Это намного облегчает сегодня труд архивиста. Те дела, которые переложены уже на электронный вариант, знакомство с ними занимает всего доступ к ним порядка нескольких секунд. И не надо ждать, как раньше, там, несколько суток, получать какие-то дополнительные разрешения. Все делает автоматизированный режим, определяется статус исследователя, выдача разрешений и получение электронных копий в читальном зале нашего архива. Ну, это и для исследователей облегчает, конечно, работу с этой системой. Естественно, к нам много приезжают издалека, из областей, из других государств, зарубежные исследователи. И, как правило, по установившейся традиции, они должны ждать после заказа минимум двое суток получения своего заказа. А в данной ситуации те документы, которые уже являются, как бы, в базе данных находятся, доступ к ним, я уже говорил, что это несколько дел, нескольких секунд. Замечательно. На днях наша страна отмечала, ну, или помянула дату памяти жертв политических репрессий. В этом году исполняется 80 лет кровавым событием в 1937-1938 годах. Какая-то база документов есть у вас по этому периоду? Начиная с прошлого года, мы выставили для ознакомления базу данных партийной номенклатуры Казахской СССР. Здесь содержится сведение около трех тысяч, примерно, деятелях коммунистической, большевистской партии, партийно-советских работников, которые относились к номенклатуре СССР Компартии Большевиков Казахстана. И судьбы большинство из них незавидные, они практически были все репрессированы. Данная база содержит сведения о наших деятелях в период с 19 по 1939 год. И в дальнейшем эта база данных будет продолжена. Перейдем до создания независимости, независимого нашего государства. И все эти периоды поэтапно будут охвачены, и все данные в наших деятелях будут содержаться в данной базе данных. Данная база открыта, к нему можно зайти через портал нашего архива. Хорошо. По современному периоду, с обретением независимости, как мы знаем, в 1994 году Александр Бешич Назарбаев выступил с анициативой переноса столицы, и в 1997 году, то есть 25 лет назад, в 20 лет назад, столица была перенесена сюда, в Астану. Это круглая дата по этому событию, по этому процессу. Чем может поделиться ваш архив? Да, все знаменательные даты истории нашего государства находятся в зоне внимания нашего архива, в частности, к 20-летию переноса нашей столицы. Мы планируем совместно с Назарбаевом, библиотекой Назарбаев, провести историко-документальную выставку и конференцию в городе Астана, а также историко-документальную выставку и круглых стол состоится в городе Алматы с участием наших ветеранов, известных государственных и общественных деятелей и лиц, принимавших непосредственное участие в этом процессе. Замечательно. Спасибо большое. Ну, пожелаем успехов вашему учреждению, которое несет такую большую роль в воспитании, в создании духовной культуры нашего общества. Спасибо. Я тоже, в свою очередь, хочу поблагодарить Хисторей за активную работу по популяризации нашего исторического наследия и по популяризации, в частности, документов нашей политической истории за ее презентацию. Спасибо. Спасибо.